Когда мы слышим такой медицинский термин, как артрит, наше сознание рисует образ пожилого человека с тяжёлой походкой и тростью. И уж точно это заболевание не ассоциируется с детьми детсадовского и школьного возраста. Между тем, статистика и врачебная практика говорят об обратном. Осенью традиционно часто у детей выявляются артриты, артропатии, которые характеризуются болями в суставах, припухлостью иногда. Иногда внезапно дети просыпаются, они могут встать на ножки маленького возраста. И это часто приводит родителей к хирургам, к ортопедам. Но стоит сказать о том, что эта проблема очень часто оказывается кардиологическая, педиатрическая, о чём немногие родители знают. Если вы увидели у ребёнка какую-то припухлость или какие-то длительные боли в суставах, или ребёнок жалуется, что внезапно стал хромать, не может идти, обязательно нужно показаться педиатру или кардиоревматологу детскому. Причиной заболевания могут стать перенесённые инфекции, нарушения иммунитета или обмена веществ, аллергии либо травмы, а зачастую совокупность нескольких факторов. Для того, чтобы корректно поставить диагноз и правильно назначить лечение, необходим комплексный подход и тщательное обследование. То, чем родители могут сразу помочь, это дать противовоспалительное средство, и бупрофен наиболее часто мы назначаем. Но уже всю остальную терапию, это, конечно, должен назначать врач, желательно специалист, потому что там, возможно, иногда антибактериальная терапия требуется, возможно, противовоспалительная. Нужно ограничивать нагрузку на больные суставы, то есть, чтобы ребёнок поменьше двигался, не посещал физкультуру, если это подросток, ну, желательно не посещать сад, если это маленький ребёнок. Все виды детского артрита мучительны и крайне опасны, а последствием болезни может стать деформация суставов, негативное воздействие на жизненно важные внутренние органы и даже полная утрата двигательных функций. Так как с возрастом количество патологий суставов только увеличивается, профилактику артритов необходимо начинать с детства. Для того, чтобы суставы были здоровые, конечно, они должны быть в движении, должна быть ежедневная лёгкая физическая нагрузка по выносливости индивидуальной ребёнка, то есть нужно ходить больше пешком, заниматься плаванием оздоровительным, на велосипеде кататься. Очень важен приём витамина Д в любой возрастной группе, профилактической дозе. Если ребёнок посещает какие-то спортивные секции, тоже нужно следить внимательно за состоянием его здоровья, потому что иногда эти нагрузки бывают чрезмерны. Родителям следует быть бдительными и помнить, что при признаках артрита у ребёнка требуется незамедлительная постановка диагноза. В медицине есть одно золотое правило, которое одинаково эффективно по отношению к любому из видов заболеваний. Чем раньше будет оказана помощь, тем выше вероятность успешного лечения. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БОК-ТВ.